На улице Гагарина, прямо напротив лицея номер 2, провели благоустройство территории. И вроде не должно быть ничего странного в том, что вдоль дороги привели в порядок зелёную зону. Если бы и не один факт. Эту территорию благоустраивали после самовольного её захвата шустрым предпринимателем, который поставил на газоне мойку для автомобилей, а потом передвинул её чуть дальше, оставив за собой щебень, бетонные плиты и прочий строительный мусор. Внимание! Мы уделяем эту территорию в соответствии с обращением граждан. Обращение граждан содержало информацию о том, что здесь незаконная парковка, незаконно отсыпана щебнем муниципальная территория. В соответствии с чем мы отреагировали на данное обращение. И снимаем слой щебня, слой бетонных плит. И в последующем будем приводить в порядок придорожную зону, устраивать газон. Вот то, что вы сегодня убираете, это ранее было кем насыпано или что это вообще? Информации у нас, к сожалению, нету, кем это было отсыпано. Но факт того, что здесь данная отсыпь использовалась под стоянки, факт есть. То есть на данный момент, получается, на муниципальной земле осуществлялась несанкционированная стоянка автотранспорта, да? Да. А вот как это связано с деятельностью автомойки, которая вот здесь находится? Это она, вот эта стоянка относилась к автомойке? Согласно схеме, которая у нас имеется, официальной схеме, территория автомойки и территория, за отсыпанной щебнем, это разная абсолютная подведомственность территории. То есть автомойка, вот на схеме могу подемонстрировать, идет после тротуара. Территория, на которой мы сейчас работаем, к автомойке не относится и собственности не является. То есть вот таким образом не получается, что вы перекрываете доступ к объекту стационарного оказания бытовых услуг от населения? Ну, начнем с того, чтобы услуги оказывать данному объекту, необходимо обратиться на комиссию безопасности дорожного движения, где будет рассмотрен вопрос подъездных путей к данному виду объекта. Ну и, соответственно, это уже нужно рассматривать все нюансы и обстоятельства. То есть вы не в курсе, подавалось ли ранее заявление такие? Заявление не подавалось. То есть можно говорить о том, что данный объект сейчас торговли, он незаконный здесь? Насколько законно он здесь установлено, я не могу сказать, так как мы отрабатываем обращение именно по территории придорожной зоны. Правда, представитель бизнеса видит ситуацию несколько иначе. По его словам, мойка пока находится в стадии оформления. Но документы на обустройство подъездных путей на муниципальной территории имеются. Расскажите, пожалуйста, историю, почему здесь сейчас такие работы ведутся и как они связаны с вашей собственностью? Была приобретена собственность данный участок. Были оформлены предыдущим собственником два подъездных путя. Администрация, не знаю, может быть, не разобрались, может быть, произошло какое-то недопонимание. На данный момент подъездные пути демонтируют. Потому что у них план-схемы данных подъездных путей нет, отсутствует. А данную землю хотели благоустроить, то есть сделать подъездные пути и хотели сделать зеленое насаждение. А в дальнейшем что за объект здесь планируется вообще у вас? Объект для частного использования, стоянка для частного транспорта, ремонт частного транспорта и автомойка для частного транспорта. То есть, ну, получается, бытовые услуги населения, да? То есть, как объект предпринимательской деятельности? Нет. Пока по предпринимательской деятельности не идет речь. Пока идет только для частного использования. То есть, вот этот модуль автомойки, он сейчас не функционирует на данный момент? Как коммерческая – нет. То есть, как коммерческая деятельность – нет. Но в дальнейшем вы планируете его вводить в эксплуатацию? После оформления всех необходимых документов, получения разрешения – да. Сейчас вы, я так понимаю, находитесь в процессе? Мы сейчас находимся на стадии, да. Написали заявление в нашу администрацию, пока у нас не было ответа. То есть, у вас как ИП или ООО уже оформлено организация? Да, все оформлено, все налоги оплатятся, то есть, все у нас официально, все работает. Действительно, документ есть, но выдан он предыдущему владельцу земельного участка. И он, получая разрешение на обустройство подъездных путей, много чего пообещал комиссии. Но обещания не сдержал, а потом и вовсе продал имущество. Принесли они разрешение на использование земельного участка от 2016 года, номер 2345, подписанный гражданином Мурниным АА. Вот все, что делали наши службы, должен был сделать гражданин Жарков ИГ в 2016 году. А именно, разместить там элементы благоустройства. Зеленые насаждения, замощения, скамейки, урны, газон и организовать подъездные пути. Получается, позиция следующая. Я себе поставлю то, что мне надо, а остальное трава не растет. Причем, в данном случае, в буквальном смысле. Поэтому ситуация остается следующим. Мероприятия по благоустройству проведены. Поскольку там находится за нашей территорией, соответственно, территория гаража и чего-то еще, у которой должны быть подъездные пути, подъездные пути там или есть, или они будут сделаны, будут сделаны так, как документ имеется, только вот этот, на Жарковой ИГ. Если там кто-то у кого-то что-то купил, значит, он должен, соответственно, приходить. Если он бизнес, как у нас говорят, социальной ответственностью, пока я вижу, что это представитель бизнеса, выражаясь словами нашего президента, с низкой социальной ответственностью. Новые владельцы земельного участка, скорее всего, не знали, что письмо, выданное предыдущей администрацией, не дает им права обустраивать подъездные пути к автомойке. Разрешение на это они должны были получить на свое имя. Но незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. В данном случае получился захват муниципальной земли.